Жители царского села в очередной раз собрались в Нижнем парке, чтобы пообщаться, послушать музыку и, конечно, навести там порядок. Наш следующий сюжет о традиционном музыкально-экологическом фестивале «Форестфест». Фестиваль «Форестфест» берет свое начало в 2006 году и задумывался, как дружеские посиделки в сопровождении лесного концерта под открытым небом. Крестным отцом экологической части фестиваля стал известный музыкант и общественный деятель Михаил Новицкий, основатель экологического движения «Зеленая волна». В 2008 году, приехав на фестиваль, он первым, никого ни к чему не призывая, стал собирать мусор вокруг поляны фестиваля. Хорошему примеру последовали некоторые гости, и с тех пор эта традиция укоренилась. Символизируя ее, в 2014 году музыканты выступали уже на фоне знамени «Зеленой волны». Со временем экологическая часть фестиваля стала основной для этого мероприятия, а ее значение все больше подчеркивается организаторами. Всеобщая уборка происходит теперь не только вокруг назначенной концертной площадки, но и по всему парку, с каждым годом охватывая все большую территорию и привлекая все большее количество народа. В этом году участники фестиваля даже стали приходить целыми семьями. Как утверждают организаторы музыкально-экологической акции, они не считают собранный мусор и не меряют результаты форестфеста мешками или тоннами. Тем более, что по общему признанию, силами садово-паркового хозяйства Нижний парк находится во вполне приличном состоянии. Главное, считают в оргкомитете Фореста, это возможность совместного труда, направленного на благо родного города. Это какой-то культурный элемент, на самом деле, я рассматриваю это не как, я не меряю мешками, тоннами, объемами, я меряю это количеством людей, качеством их общения, что они вместе собираются делать какие-то добрые дела, бескорыстно, что очень важно. По неизменной традиции фестиваля наградой участникам уборки становится концерт, участие в котором принимают самые разные артисты. Музыкальные подарки энтузиастам в этом году дарили цирско-сельский музыкант Антон Штубов, который на этот раз выступил в сопровождении саксофона, фронтмен группы «Пульс неразрешения» Дмитрий Рощин, лидер электрических партизан Вадим Курылев, любимцы молодежи рок-группы Кресси и, конечно, Михаил Новицкий, без которого Форестфест не обходится уже давно. Хруст тентарных веток, да не громкий хор, это наше лето, это наш костер, это наше лето, это наш костер. Катерина Шейнина, Максим Горсков, Федор Волков. Служба информации телерадиокомпании «Царское село». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова